АЭМ Лайв Плюс Новый формат телешоу с техническим уклоном, где российские производители выносят на публичное обсуждение группы заказчиков свой продукт, технологию, функцию или целое решение по тематике конференции. Задача спикера – проверить гипотезу, убедить аудиторию в актуальности своей новинки для рынка кибербезопасности, обосновать покупку, парировать острые и критические вопросы из зала. Задача ведущего – строго отслеживать тайминг и создавать настроение и нужный настрой в зале. Задача жюри и аудитории – оценить выступление производителя и определить, насколько актуально для рынка предложение, каковы его перспективы и что стоило бы в нем поменять. По результатам опроса и положительному решению аудитории выступающий получает диплом I Am Life Award. Жюри дополнительно определяет самого лучшего спикера. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас получилось. Коллеги, всем добрый день. Меня зовут Станислав Гончаров. Я занимаюсь развитием бизнеса направления Digital Risk Protection компанией группы IB. Отвечаю за российские регионы, страны СНГ. Поэтому начнем немножечко с легкого, не будем про такие тяжелые решения говорить. Поговорим про защиту от цифровых рисков вне периметра компании, именно за ее пределами, за пределами некоторых департаментов, за пределами некоторых ответственных лиц. И кто вообще за это должен нести ответственность? Большой вопрос. Значит, Digital Risk Protection – не просто название нашего решения. В первую очередь это понятный продукт и понятный класс решений по всему миру. То есть привычное для вас – это бренд протекшн, защита от сайтов-клонов, от контрафактов и тому прочее. Откуда вообще растут ноги? Понятное дело, что мы все, и вы в том числе, цифровизируетесь. Количество интернет-пользователей продолжает расти, как бы это ни было странно, причем серьезными шагами. Количество пользователей социальных сетей растет. И это все потенциальные лиды, пользователи, ваши клиенты, с которыми компания начинает коммуницировать. И в каком ключе она начнет с ним коммуницировать – это большой вопрос. Потому что можно наткнуться на недобросовестных конкурентов, а можно наткнуться на злоумышленников, которые каким-то образом мимикрируют под вас и тем самым крадут вашу ценную аудиторию, за которую вы боретесь в рамках своего сегмента. Поэтому не будем здесь останавливаться, все вы прекрасно понимаете. Нужно анализировать свое цифровое присутствие. Понятное дело, что отдел маркетинга отвечает за SEO-оптимизацию, за какие-то продвижения социальных сетей. Юридический департамент отвечает за взаимоотношения между подрядчиками, между вашими клиентами и тому прочее. Но что с доменными именами, что с социальными сетями, когда ресурс уходит за рамки легитимности? Что с этим делать? Кто это анализирует на данный момент? Важно это все агрегировать в одном месте. Так вот, там нас может поджидать определенный ландшафт цифровых угроз. Такие как фишинг, вы прекрасно с этим 100% сталкивались от лица бренда. Мошенничество, неправомерное использование товарного знака, какие-то сомнительные предложения к покупкам, проинвестировать и тому прочее. И все эти цифровые риски, они напрямую влияют на бизнес. Ваша задача бизнес от этого защитить. Помимо каких-то внутренних защит периметров, опять же, нужно смотреть и во внешнюю. Тренды и статистики говорят о том, что фишинг в некоторых кейсах уходит на второй план. Все-таки мы сталкиваемся все больше и больше с мошенничеством. С мошенничеством с использованием бренда. Пробежимся сейчас по кейсам. Какие тренды существуют. Естественно, для того, чтобы продвигать какие-то активности злоумышленникам, им нужно задать инфоповод, привлечь трафик и монетизировать это. Поэтому они ищут все возможные пути для того, чтобы это реализовать. Могут быть как ситуационные подходы, мы сейчас их разберем так креативные, так и, в принципе, предложение какого-то несуществующего продукта. Трафик тоже абсолютно разный, начиная с пиратских ресурсов, с каких-то сомнительных ресурсов, заканчивая официальным трафиком, который злоумышленники покупают на бирже. Небольшой такой анонс. Они не только умеют покупать трафик и размещать, создавать ресурсы, но и отвечать за юридическую сторону и работоспособность своих ресурсов с точки зрения IT и устойчивости к блокировкам. Так вот, мы наблюдали в 2020 году, конец 2020 года, начало 2021 года, я думаю, вы тоже это все видели прекрасно, когда мы все бегали и прививались, предложение к покупке ковид-паспортов. Эти социальные сети перстрелили этим, Инстаграм, ВКонтакте, домены создавались и тому прочее. Количество пользователей, которые столкнулись с этим, колоссальное количество, они реально начали приобретать, так сказать, ввелись на вот эту маркетинговую активность со стороны злоумышленников, не поняли, что это вообще запрещено в нашей стране, да, да, в принципе, наверное, в любой стране. И, собственно, злоумышленники видели здесь определенную выгоду, и все в больших и больших масштабах это популяризировали. На самом деле даже в 2021 году такое ощущение, что все мошенничество замкнулось на теме ковида и на теме каких-то предложений проинвестировать или поучаствовать в розыгрыше. Вектор сместился, естественно, все это пошло на спад. На данный момент разного рода компенсации или предложение покупки сертификата ушло на второй план, но всю эту инфраструктуру, которую создавали злоумышленники, они начали использовать и приземлять на наш с вами бизнес, на наши бренды. Неважно, там, зарубежные или российские. Всю эту активность они сконцентрировали, используя ваши логотипы, фирменные цвета, товарные знаки и различные продуктовые линейки, которые вы старательно с бизнесом продвигаете. Так вот, еще из примеров, да, мошенничество с инвестициями от имени бренда, обратите внимание, они стали в некотором случае мультибрендовыми, они стали по ситуации там февральской, да, как-то скрещиваться с событием, вот именно с ситуацией и тем самым привлекать все больше и больше аудиторию, не фокусироваться на каком-то одном продукте или решении. Естественно, там, все сервисы, которые мы с вами пользуемся, там, различные бронирования отелей и тому прочее, я вот задался даже вчера вопросом, что-то я давно в отпуске не был, там уже полтора года, коллеги, где мне вообще кто-то забронировать, там, куда мне обращаться. Есть там несколько российских платформ, которые, собственно, заменили, да, ушедшие бренды. И на них сейчас сконцентрировано мошенничество. Представьте, когда там были западные вендора, которые, может быть, даже не обращали внимания на проблему именно в российском регионе, а сейчас это российский вендор, которому нужно завоевать аудиторию, перехватить, да, с ушедшего бренда аудиторию на свою сторону и не наткнуться на большое количество различных фейковых ресурсов, чтобы удержать этого пользователя и направить деньги в официальный канал. Различные платежные системы ушли, эквайринги, и наши доблестные компании, собственно, сейчас это перехватывают на себя. Фейки есть, фейков большого количества, неважно, это какой-то определенный продукт или же сервис, услуга, не знаю, какие-то финансовые продукты. На каждой из них идет определенная атака. Уходят бренды, не знаю, спортивные, приходят на замену другие. Либо, в принципе, злоумышленники используют старые бренды, предлагая там по низкой стоимости к покупке какой-то непонятный продукт, который на самом деле даже не существует. Это классический обман. Допустим, вот даже с финансовым сектором, что могло произойти в пятницу, в 13-е, в марте был инцидент, и вы про него знаете, когда фейковое предложение крупного российского банка, но ни для кого не секрет, кейс публичный, собственно, в App Store, в Google Play появились такие мобильные приложения. Они попали в топ-10 буквально там за несколько часов, несколько дней, и своего рода аудиторию успели захватить. Неважно, что там могло быть, это сильный удар по бренду. Там могло лежать и ВПО, в некоторых случаях фишинг, или просто обычное мошенничество классическое, угон с карты. Но вы скажете, что все официальные продуктовые магазины, приложения, они проверяют на вредоносное программное обеспечение. Да, это так, но злоумышленники распространяют в том числе и АПК на различных ресурсах, неважно, в социальных сетях или в доменах. Причем они показывают инструкцию, что можно установить и на iOS. Пожалуйста, переходите в режим разработчика, мы вам даем определенную лицензию или платный годовой сертификат, пользуйтесь на здоровье. То есть идет такой двойной обман. Основные мошеннические схемы, которые не теряют свою актуальность, это схема Мамонт. Кто-то из вас уже про нее слышал, мы про нее часто рассказываем. Собственно, Telegram-бот, который генерирует по реальному объявлению свою ссылку, будто бы вы оплатили уже эту гитару и просите пользователя Marketplace отправить вам ее. На самом деле идет не прием денежных средств по ссылке, а наоборот списание. И когда пользователь про это понимает, можно, и злоумышленники так и делают, поэтому схема называется Мамонт, предлагаю ссылку на возврат. Актуальность остается. Здесь немаловажно сказать, что эта схема достаточно популярна не только с Marketplace, а с абсолютно любыми брендами, а с абсолютно любыми брендами. Переходим дальше. Если вы хотите обратиться в хостинг-провайдеры, либо в регуляторы, то в случае с территерным мошенничеством вы даже не сможете открыть ссылку. То есть на пострадавшие, обращаясь к вам, на какую-нибудь, не знаю, вашу почту инфо, либо службу разбора, либо юридический департамент, они просто не откроют ссылку. Ссылка открывается один раз, направленная на определенную аудиторию, на определенного интернет-провайдера в определенное время, устройство, только, допустим, Windows 7. И, в принципе, все. Они снимают сливки, снимают, так сказать, основную свою аудиторию, тем самым, уходя в тень, не дают возможности как-то отреагировать на это и продолжают существовать и распространять это активно. Важно отметить, что порядка 330, ну это один из кейсов, да, уникальных пользователей в день посещают, тысяч в день посещают данный ресурс. Покажите эту статистику вашим маркетологам, они, конечно, будут в шоке, тоже захотят такое. Так вот, что важно отметить, за этим за всем стоит цифровой ОПГ. Мы выяснили, что порядка 300 групп скам-сообществ этим занимается. Это не просто какой-то энтузиаст, который создал страницу единоразово и кого-то там попытался обмануть. Здесь работают четкие инструменты. Есть, естественно, создатель бизнеса, идейный вдохновитель, он отвечает, в принципе, там за всю структуру, а структура, она вот перед вами. Есть администрирование, есть топик-стартеры, есть команды разработки, которые поддерживают работоспособность телеграм-ботов, которые генерируют, собственно, фейковые ссылки. Есть команда, которая, собственно, ведет различные саппорт, дропы, которые предоставляют карты в бивере, и дальше уже там низшее звено, да, прозвонщики, ребята, которые занимаются возвратами, поддержка, которая метод социальной инженерии пытается помочь пострадавшим, на самом деле, повторно списывают денежные средства. Ну и там основная масса людей на аутсорсе, так сказать, это воркеры, там, господи, бомберы и тому прочее. Большая группировка достаточно, бизнес создается и привлекает все больше и больше в масштабах людей, молодых ребят и предлагают им, собственно, этот заработок. Это серьезная угроза для бизнеса в первую очередь. И, знаете, подход, там, пятилетной давности, который был по различным защитам бренда, здесь не работает. Здесь нужно изучать инфраструктуру, здесь нужно пользоваться отчасти инструментами киберразведки, да, которые в классе решений DRP присутствуют. Всеразличная атрибуция, сбор информации из открытых данных и, собственно, возможность и понимание реагирования на такие угрозы. Собственно, давайте немножечко подробнее, у нас осталось не так много времени, поговорим про то, как это можно выявлять. Мы в нашем, собственно, продукте сделали понятное распределение между антимошенничеством, антикатрафактом, антипиратством, утечками и, собственно, защитой первых лиц. Собственно, приобрести вы можете абсолютно любое из этих направлений, наборно, либо все вместе. Ответственные лица в компании могут являться абсолютно любой департамент. У нас есть практика, когда и маркетингу это полезно с точки зрения SEO-оптимизации каких-то своих показателей выполнения KPI, и они являются, собственно, владельцами, в некоторых случаях, бюджетов. Где-то они являются лоббистами, где-то юридический департамент является лоббистами и помогает информационной безопасности донести необходимость закупки данного решения. И к технологиям, да, самое важное. Как быстро летит время. Я бы с вами еще, на самом деле, поразбирал тут некоторые слайды. Мониторинг и обнаружение, да, что самое важное. Вы не сможете посадить большое количество специалистов с разных устройств, там, кому-нибудь виртуалки накатить, кому-то, там, не знаю, отдельных интернет-провайдеров, симки, прокси и тому прочее, зачем растить внутри экспертизу, когда эта экспертиза уже, в принципе, там, существует на рынке не первый год. Спасибо большое, Станислав. У меня вот такой вопрос, да, то есть вы как раз упомянули в самом начале своего монолога, вот этого вот замечательного, с картинками, о том, что, ну, вот есть же бренд протекшн, да, то есть чем же, собственно, отличается digital risk protection от бренд протекшна. Вот пару слов буквально скажите. Пару слов. На самом деле, для мирового сообщества, для экспертизы, для мирового, уже всем ясно, что бренд протекшн это некая частица, можно сказать, из DRP. Мы ее, собственно, тоже раньше продвигали и продвигаем и сейчас, но она замыкается на конкретных действиях, на конкретных возможностях с точки зрения мониторинга и реагирования на те угрозы, потому что важно отметить, что у нас еще за этим, за всем стоит очень хорошее реагирование. Так вот, бренд протекшн это больше про направление антиконтрафакта, про защиту именно продукции, про защиту там на уровне, без каких-то там серьезных технологий. В DRP же, да, используются технологии, такие там, как граф аффилированных связей, которые часто видят в системе Threat Intelligence. Это скоринговая модель, которая разработана и определяет риск, да, для специалиста информационной безопасности, либо для, там, владельца бизнеса, он смотрит, что у меня там угроза определенная, сейчас такая-то. А также это технологии, которые разрабатываются вендорами на предмет, там, проверки фотографий, картинок, нейронные сети, да, задействуются, там и прочее. Этим и отличает Digital Risk Protection от класса Brand Protection. То есть простой ответ, оно включает в себя. Оно включает в себя технологии, в первую очередь. Да, понятно, хорошо, спасибо большое. Давайте мы приступаем потихонечку, коллеги, вы можете включаться, если у вас есть интерес к конкретному спикеру, представляемой им технологии, вы поднимаете руку и я, соответственно, к вам подойду, передам микрофон, вы сможете немножко с ним повзаимодействовать. А я пока переключаюсь к нашему уважаемому жюри. Скажите, все ли было понятно? Вот из того, что говорил Станислав, все ли было понятно? Или, может быть, появились дополнительные... О-о-о, прям сразу. А вот мы выбрали председателя жюри. У меня вопрос задается. Инициативным образом. Давайте поаплодируем, ну? Спасибо, спасибо. Не, на самом деле, то, что было рассказано, все было понятно. Единственное, только, наверное, не хватило времени или какого-то баланса между тем, что от чего защищаем и как работает. Вот. Но, к счастью, я более-менее представляю, из чего ваш ДРП состоит. Поэтому у меня очень серьезные вопросики есть. Отлично. Соответственно, серьезный вопрос номер один. Вот сейчас Лев говорил, что тут голосование всякое. Можно просто по QR-кодику зайти и в чатике проголосовать. Ну, немножко несовершенная, как всем понятно, система защиты этого чатика от ботов получилась. Вот. И, наверное, могут ваши конкуренты набежать в чат и голосовать против ДРП от группы IB. У меня вопрос. А вы этот чат от ботов защищаете своим ДРП? Лев, почему мы не защищаем чат до сих пор? Что вы меня об этом спрашиваете? Понятно. Я об этом чате узнал буквально за минуту до того, как сказал. На самом деле, про телеграм вопрос ясен. Ну, там, по части телеграм-каналов. Ну, чаты, конечно, достаточно сложные. Они работают по приглашению, да, они бывают закрыты, тому прочее. Но телеграм-каналы защищать так же можно, как и социальные сети. Я бы тогда попросил, вот сейчас закончим, когда с вами, да, можно нагнать своих людей и потом нам продемонстрировать, как круто вы защутили вот этот вот голосовательный. Ну, погодите, я бы еще обратил внимание на то, что, да, то есть задан был вопрос один, а ответ был совершенно другой. А это стандартно. Что вы за человек такой, а? Будьте конкретнее, в конце концов. Конкретнее будьте. Это самое важное в нашем мероприятии, это человек, который, собственно, технологически... Давай, Лев, Лев, давай дадим шанс исправиться. У меня же есть второй вопрос. Ну, погоди, а может быть, это же возможность кому-то из жюри еще в том числе? А я сейчас спрошу быстренько и сразу отдам эту возможность. Второй вопрос. А вот представим себе, ну, ЦИСа какой-то сидит и думает, надо бы себя от всяких цифровых рисков позащищать и начинает искать, чем бы это сделать, и находит какой-нибудь сайтецкий в духе там групп-лб.ру. И к нему реальные какие-то люди приезжают, дают какие-то визитки, очень похожие на группы АйБишные. И тоже ему, короче, втюхивают какую-то ДРП, потом он быстренько там что-то платит кому-то, пару миллионов, люди куда-то сливаются, никакого ДРП он не получает и считает, что группа АйБи – это очень плохая компания. У меня, собственно, вопрос. А вы с помощью ДРП сами себя защищаете? Естественно. Мы на самом деле еще даже не с помощью ДРП, а с помощью вот этих задатков и фундамента, которые мы формировали не один год, так как решение переросло из класса бренд протекшн, начало все с серфгип, мы порядка 10 лет, в некоторых случаях даже и пораньше по некоторым кейсам, защищаем себя от фейков. Смотрим, конечно же, на предмет и тайпа сквотинга, и каких-то созданных социальных сетей. У нас и атаки на топ-менеджмент были, создавали в Тиндере аккаунты. И, собственно, от этого от всего отбивались. Вполне успешно, кстати. И я на самом деле вижу здесь... В большинстве случаев. Да, вижу на самом деле даже здесь, на этом мероприятии, сегодня, в среду, здесь много наших клиентов по данному направлению. Так давайте и спросим, может быть, кто-то из клиентов уважаемого коллеги, то есть Танислава, который представляет группу IB и технологию Digital Risk Protection, кто-то из вас хочет и может задать вопрос? Поднимите, пожалуйста, руку, потому что наши активные жюри, конечно, еще завалят Станислава вопросами. И прожарят как следует. Да, да, хорошо. Давайте попробуем. Представьте, скажите, из какой вы компании, откуда увольняетесь? Денис, компания ГКНТех. Я не являюсь, мы не являемся, скажем так, владе... Не оправдывайтесь. Ну, у нас нет этого продукта, но у меня вот такой вопрос. Собственно, Digital Risk Protection, да, собственно, ну, я не всю презентацию, конечно, посмотрел, но в чем Protection именно, да? То есть в чем защита, да? То, что вы их выявляете, это я увидел, да? Вы можете определить одно, определить второе, третье, четвертое, но самой защиты, как таковой, я не увидел. Можно поподробнее об этом рассказать. Да, именно о Protection. Но при этом укладываясь в то время, которое у нас есть, у нас стало 7 минут. Да, слушаем. Вот и ход конем. Сейчас мы поговорим про вторую часть презентации, как раз про реагирование. У нас еще есть время. По поводу самой защиты, как она выглядит. Естественно, мониторинг – это как некое предупреждение того, что на данный момент что-то существует, либо готовится на бренд-компании. Вторая неотъемлемая часть – это, конечно же, реагирование. Реагирование заключается именно в некоторых случаях устранения угрозы, в некоторых случаях ее проработки. Почему здесь такая разница? Ведь угрозой могут быть не только фишинг и мошенничество, могут быть неправомерно использованы товарного знака. Обмана нет, пользователи не обманывают ни на деньги, ни на персональные данные, просто представляются в вашей компании. И на самом деле даже здесь можно реагировать досудебно-технически. Устранять логотипы, устранять фирменные цвета, какую-то идентику на ресурсе нелегитимном с точки зрения неассоциации с легитимным брендом. Потому что на этом ресурсе может быть какое-нибудь ложное партнерство. Заявляют, что компания бренд является клиентом вот этой вот какой-нибудь там конторы по клинингу, допустим. Поэтому заказывайте нас. У нас уже есть опыт работы с крупными брендами. Вот в этом случае они могут оказывать какие-то услуги там низкого качества, и вы не хотите себя с ними ассоциировать, и вы не давали добро на это. Поэтому здесь защита в том числе от неправомерно использования товарного знака. Реагирование по фишингу, оно как результат имеет снятие домена с делегированной, что немаловажно. То есть вот этого рецидива повторного создания мошеннического контента на определенном домене, его больше не будет, потому что регулятор его просто закрывает. В случае с мошенничеством, естественно, хостинг-провайдером будет являться таким вот главным судьей. Все, не поставляю я тебе хостинг, уважаемый администратор, потому что здесь схема мошенничества, которую описала система DRP при обращении и при жалобе на такой кейс. По сути, здесь подтверждение заключается в том, что если мы можем просто не иметь информацию, как я ее выявил, все равно идти в другие органы, и с ними как-то разбираться, возиться или с помощью, решить проблему с помощью системы, да. Ну, нет возможности. То есть в любом случае... Наоборот, есть. Не нужно никуда идти. Система все делает. То есть она берет под ключ как мониторинг, вы не создаете там у себя какой-то центр по мониторингу угроз, да. И она сама еще и реагирует. И здесь не нужно заручаться поддержкой каких-то юридических специалистов, специалистов там из органов, да, обращаться там в все возможные ассоциации. Это снятие головной боли основной. Снятие угрозы для бизнеса вне периметра компании. Под ключ. Ну, хорошо, давайте дадим возможность также переключиться на жюри снова, да, и у нас все славы как раз хочет задать вопрос. Да. Я хотел другой вопрос задать, но мне тут интересно, я в эту сторону вопрос задам. То есть правильно я понимаю, что и судебные, и возможные какие-то, и преследование юридическое также вы берете на себя? От имени заказчика? Диджит, класс решений диджитеризм протекшен не проразумевает в постоянном таком объеме, да, реагирование там с помощью каких-то судебных или юридических мер. Большинство угроз, порядка там 85% по нашей оценке, мы взяли по нашим заказчикам, устраняется досудебно-технически. В некоторых случаях там еще выше. Здесь нет необходимости обращаться в суды. Но если такой кейс встретится, а его там, не знаю, раз-два общался, вы, конечно, можете там с помощью нашего департамента приобрести уже там, за это терпение будет совсем отвечать, да, а дополнительную какую-то юридическую поддержку в рамках конкретного кейса. Понятно. Короткие близ вопросы. Первый. Идете ли вы дальше с точки зрения инструментов создания? То есть есть платформа, она всем известна, с помощью нее за 15 минут я создам фейковый сайт, не знаю, любой компании, по большому счету, реплику, да. Платформа известна, инструмент есть, им пользуются злоумышленники. Делаете ли вы что-то, чтобы платформы эти исчезали для всяких там мамкин и хакеров? Да, ну, конечно, с самими платформами бороться сложно, но мы изучаем их инфраструктуру, мы изучаем всевозможные ответвления от них и инструменты, которыми пользуются эти платформы, и работаем с точки зрения опережения. Мы защищаем конкретные бренды. Мы, конечно, там выглядим для регуляторов как некие санитары леса, но бороться с этим фундаментально этот продукт не то чтобы не может, нету такого запроса. Но вы как игрок рынка, ну, то есть, смотрите, вы боретесь со следствием. Один, как гидро, который вы отрубаете голову, фишинговый сайт, разделегировали, еще один, разделегировали, еще один, разделегировали. Вы же можете дойти дальше. Инструмент создания и люди, которые его создают. Идете ли вы дальше с точки зрения, ну... Компания группы IB идет благодаря департаменту расследования. Если наш заказчик в рамках ДРП понимает, что этот кейс ему солит и устал бороться со следствием, и мы вместе определили, что здесь работает полноценная инфраструктура и скам сообщества, он может обратиться к нам за расследием для того, чтобы добиться, да, нерабоспособности этой группировки. Найти ответственных, найти там... Будет ли это при этом в рамках, вот, собственно, услуги ДРП? Это надо будет отдельно согласовывать с МЕТУ? Вот это вот все. Это дополнительные услуги, которые вырастают уже из продукта в немного другую... Вырастают из продукта дополнительные услуги? Точно? Для нас, получается, вырастают. Для, собственно, клиента, для заказчика он может приобрести, то есть эти услуги соседнего департамента. Ладно, я задам вопрос, который изначально хотел задать. Отдам микрофон. Тоже короткий. Считали вы для кого-то ROI, обоснование финансовое вот этой услуги, потому что, ну, стоит она 5 миллионов рублей, например, да? Я точно теряю 5 миллионов рублей в течение, например, года на этом или нет? Считали, нет? И как? Хороший вопрос. Да, хороший вопрос. И, собственно, ну, не во всех случаях, там, до, не знаю, 30-40% мы сталкиваемся с таким запросом. Помогите нам посчитать. Конечно, в первую очередь бизнес должен понимать, что у него уже есть инструменты, которыми пользуются компания и департаменты, и, собственно, вы внутри уже можете это все посчитать. Но если там не готовы, мы готовы помочь, и мы неоднократно это упражнение уже проходили. Считали, доказывали, и реально, там, возврат средств был в десятки, в некоторых случаях, кстати, сотни раз. Интересно, интересно. Мне кажется, он сказал, что правильный ответ на это, да, после 24.02 к нам с этим запросом не обращались, да, примерно так. Хорошо, может быть, есть какие-то еще вопросы, коллеги, да? То есть еще интересно рассказывает Станислав. Задавайте, пожалуйста, у нас еще 4 минуты. Станислав, два момента. Первый, когда вы называете свою платформу Digital Risk Protection DRP, меня это немножко коробит, вот, простите. Кажется, что это DLP, да? Нет, нет, я слышу DRP, и меня это смущает. Ну, может быть, кого-то из коллег тоже, но похоже, да. И, собственно, вопрос. Немного провокационный, наверное. А почему вы считаете, что это вообще то, чем должен заниматься человек, который занимается информационной безопасностью? Объясню. На самом деле, сценарии касания бренда, которые столкнулись с данной проблемой, начинаются абсолютно с любого департамента. Вот мы часто это используем, в том числе и в продаже, да. Мы доносим до клиента, что открыть дверь в компанию можно абсолютно с разного угла. Потому что, как показывает практика, компания-департаменты сталкиваются с этим постоянно. И маркетинг, и юридический департамент, и где-то compliance. Каждый пытается что-то сделать, да, как-то отреагировать, обратиться в какие-то органы, обратиться на площадки, регуляторам, но никакого результата не получается. Собственно, маркетинг теряет KPI, юристы там устали бегать по судам и не совсем эффективно, особенно, когда, если объем это каких-нибудь фишей или мошенничества, они просто разорвутся. Им нужно там армию из юристов делать, чтобы запросы там хостинг-провайдера зарубежного делать и тому прочее. И вся вот эта работа по защите, она внутренняя, самостоятельная, она упирается в информационную безопасность. Туда прибегают, как некой такой волшебной таблеткой, к волшебникам. Помогите нам, у нас не получилось ничего сделать с фейковым ресурсом, у нас ничего не получилось сделать с фишингом. Мы там отправили предсудебную претензию в Германию, нам ничего не ответили. Он продолжает существовать и вредит бизнесу. И, собственно, информационная безопасность пробует свои инструменты. Обращается там в различные серты, обращается в представительства, в ассоциации, где тоже не совсем полноценно можно заручиться поддержкой, если мы говорим про объемы. Да, и может быть еще один вопросик пока. Да. Да, еще один вопрос. Ну, собственно, тут конкуренция такая, купить-не купить. А я бы перевернул, если купить, то что? Три причины купить именно ваш продукт. Что мне написать в ТЗ, чтобы именно вы соответствовали, а остальные нет? Важно понимать, что здесь Digital Risk Protection должен учитывать технологии. Если мы говорим про ТЗ, пожалуйста, пусть любой вендор укажет технологии, которые он использует по части мониторинга, по части изучения инфраструктуры злоумышленника для того, чтобы опережать эти угрозы, и вы были к ним готовы. И все возможные компетенции по части реагирования. И, естественно, там прозрачных процессов. Есть ли платформа, есть ли какой-нибудь, не знаю, Customer Success Manager, который сможет поддерживать специалистов информационной безопасности по работе с этой системой. Имеет ли она там API, имеет ли она там какие-то дополнительные фиды, они только генерируют собственные. И вы здесь можете сделать выбор по весу, так сказать, решений. И близ вопрос к Константину. Ну, про обнаружение все понятно, все чудесно, замечательно, у вас огромный опыт. Про реагирование. Вот простой пример с разделегированием фишингового домена. Вы к регистратору обращаетесь сами, обосновываете, и весь этот процесс автоматически, автоматизировано руками ваших специалистов. Как это? 26 секунд. Да, отлично, ответим. По российской доменной зоне мы, собственно, аккредитованы и имеем соглашение с Координационным центром РФ по доменам РУ и РФСЮ. По международному реагированию мы состоимся в возможных ассоциациях и пользуемся возможностью коммуникации с сертами других стран, где они такие же компетенции используют. Мы помогаем друг другу, поэтому достигаем успеха по части реагирования. Клиент, как это выглядит? Он кнопку жмет, и все прийти? Автоматически. Спасибо, коллеги, спасибо, коллеги, спасибо, коллеги. Давайте поаплодируем. Скажите, пожалуйста, коллеги, у всех в руках телефона, сделайте это, пожалуйста, сейчас начнется минута, вы должны будете проголосовать, а вы сидите и переживайте. Да, у вас так все быстро? Да, и так у нас что получается? То есть что получается? У нас есть, значит, вариант ответа. Всех разогнать, продукт запретить. Я проголосовал. О, есть, да, отлично. Нам такой не нужен. Сомневаюсь в его необходимости. Где позитивный ответ? Это ты составлял, Слав, да? Вот, интересно, но нужно тестировать. Я отличный и готов купить. Получается, все варианты ответа у нас есть. Представляете, представляете. Сколько бы их ни было, их все равно будет все на самом деле. Ну, хорошо, а как вот вы сами оцениваете свое выступление на текущем этапе? Слушайте, да сложно сказать, как вообще себя можно оценить. Я надеюсь, хорошо и вам понравилось. Для меня это самое главное. Улыбку здесь я видел неоднократно, поэтому для меня это самое главное. Не скучно, так сказать. Задача Digital Risk Protection заставит людей смеяться. Улыбаться и быть счастливыми, потому что нет рисков цифровых. Еще раз поаплодируем, что ты не ставил? Спасибо. Что у нас получилось? 50% интересного нужно тестировать. 21% отличный, готов купить. 4% с кухом голосующим, смотрю. Это Лев, да, меня топит здесь. Я же должен был как-то поставить результаты голосования, да. Поэтому всех разогнать, продукт запретить. Нам такой не нужен, 7% их больше. И, ну, дальше мы можем. Ну, отлично. Получается, тестируем? Вы к кому обращаетесь? К залу. А вот, собственно, то, что получается. Да, можно поаплодировать. Мы действительно превысили допустимый порог. Да, спасибо большое. Как человеку, который достойно защитил честь технологии и продукта, мы вручаем вам диплом. Автомобиль. Да. Автомобиль потом. Спасибо. А теперь я предлагаю жюри посовещаться, буквально там секунд 30-40, выбрать своего любимчика. Коллеги, вы готовы? Это самое важное, что может происходить. Давайте поддержим аплодисментами. Начнем с Константина. Константин, показывай, кто тебе больше всего понравился. И кратко расскажи, пожалуйста, почему именно так. Прям кратко, буквально в двух словах. Ну, Михаил. Ура. Он был совершенно потрясающий, непринужденный. Он очень активно и очень искренне реагировал на наш троллинг. И это было здорово. Ты молодец. Супер. Давайте поаплодируем один гол за Михаила. У меня прям есть рейтинг. У меня есть два, собственно, лидера. Два лидера. Можно назвать одного. Да, да, да. Вот, есть два лидера. Я туда добавил эмоции. И это номер два. Молодым всегда дорогу. Супер, супер. Давайте поаплодируем. Да, выбор на самом деле сложный. Все очень по-разному рассказывали. Все было очень интересно. Я проголосую оригинально пока что за номер один. Супер. Потому что на самом деле это была самая лучшая презентация по презентации. Я пытался именно продукт оценивать с точки зрения себя как потенциального потребителя. Что бы взял, что бы не взял. Вот. И в принципе я, наверное, голосую за самый зрелый продукт. Хорошо. Давайте еще раз решаем. Да, очень сложно на самом деле здесь разделить эмоциональный отклик от того, насколько классно выступил спикер. И все-таки то самое, о чем говорил Слава, это зрелый продукт. По совокупности и по самому зрелому продукту я поддержу Славу. Стас. Оооо, мы поздравляем. Спасибо, мы поздравляем. Желаешь аналогичный опыт? Пиши. Продолжение следует.